МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». Об основных событиях вторника вам расскажут наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в Чебоксары утренним поездом приехала авангардная группа эстафеты Олимпийского огня. В ближайшие дни они подготовят факелоносцев к дистанции, оценят концертное шоу и решат все организационные вопросы. С маршрутом чебоксарской эстафеты они были знакомы только заочно. В столице Чуваши авангардной группе предстоит опробовать 33-километровую дистанцию лично. Они намерены побывать на генеральной репетиции, встретиться с факелоносцами, спортсменами и представителями городской администрации. Во время эстафеты не должно возникнуть никаких эксцессов. Напомним, что Олимпийский огонь прибудет в Чувашу 27 декабря. Финишируют пробег на центральном стадионе. Мы помогаем региону проводить эстафету. В Чувашской республике, непосредственно в Чебоксарах очень высокий уровень подготовки. И я думаю, что здесь все произойдет без каких-то там эксцессов и накладок. То есть, соответственно, это уже у вас? Должна. Как вас зовут? Что мешает регионам эффективно исполнять указы президентам? На этот вопрос попытались ответить в ходе совместного заседания Государственного совета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей. Его провел глава государства. Владимир Путин сделал акцент на явных проблемах и потребовал исправить ситуацию. В обсуждении принял участие глава Чувашии. Из Кремля мой коллега Дмитрий Ковалев. Приоритеты перед членами правительства и губернаторами глава государства расставил в мае прошлого года. Именно тогда Владимир Путин подписал ряд указов, в которых были сформулированы ключевые задачи в экономической, демографической и социальной политике. Говоря простым языком, эти документы должны изменить жизнь миллионов россиян к лучшему. А в июле 2012 года создана комиссия, которая обязана мониторить, насколько эффективно исполняются задачи. Наступило время подводить промежуточные итоги реализации майских указов. Именно этой теме было посвящено последнее в этом году заседание Госсовета России. В мае прошлого года Владимиром Путином было подписано 11 указов. Эти документы легли в основу программы реформирования социально-экономической системы страны. Спустя полтора года президент выносит вердикт. Федеральные и региональные власти справляются с поставленными задачами. Но эффективно эту работу пока не назовешь. В ряде регионов и вовсе не торопятся исполнять майские указы. Причем далеко не всегда этому есть объективные причины. Промахи допущены во многих отраслях. Сферу ЖКХ тянет вниз аварийное жилье. В этом году из бараков удалось переселить более полутора тысяч человек. Но планировали куда больше. План на 2013 год выполнен только на 4%. Переселены чуть более полутора тысяч человек из запланированных 42 тысяч. Уважаемые коллеги, это просто недопустимо. Это несерьезная работа. За 4 года в стране необходимо снести более 10 миллионов квадратных метров аварийного жилья. В каждом регионе эту проблему решают по-своему. В Чувашии своего переезда в новые квартиры ждут более 10 тысяч человек. Владимир Путин отметил, что срыв сроков недопустим. К обсуждению этого вопроса он пообещал вернуться и в следующем году. Мы софинансирование обеспечиваем. И тем самым в течение, допустим, 2014 года будем отслеживать четко, как выполняются графики переселения граждан, которые проживают в аварийном жиле. Немедленного решения требуют не только жилищные проблемы. На повестке дня строительство новых детских садов. А в ближайшие 5 лет может назреть и другая проблема. Президент заметил, что количество школьников возрастет на миллион. Хотя уже сегодня почти половина образовательных заведений работает в две смены. Другая задача – поддержка бизнеса. Российская экономика должна стать более эффективной. В ближайшее время в стране необходимо создать 25 миллионов из окопроизводительных рабочих мест. Рассчитываю на активные применения мер, о которых говорил в недавнем послании. Имею в виду льготы по созданию инфраструктуры, индустриальных и технопарков, бизнес-инкубаторов. Уважаемые коллеги, я прошу это не заболтать. Поэтому идентификация производства, модернизация наших промышленных предприятий, ряд других направлений. То есть каждый на сегодняшний день вопрос должны мы четко оценивать с руководителями коммерческих организаций, потому что в основном они являются работодателями. Необходимо, отметил Путин, создать поэтапные дорожные карты. Насколько эффективно реализуются эти планы, глава государства намерен оценивать каждые полгода. Медрик Ковалев, Александр Петров, Республика. Сегодня глава Чуваши открыл новую производственную площадку одного из предприятий, специализирующихся на выпуске высоковольтной аппаратуры. Два года назад было решено построить новый корпус. И теперь он заработал в полную силу. Предприятие долгое время испытывало дефицит производственных площадей. А заказчики, крупные монополии, химические предприятия постоянно нуждаются в качественном оборудовании. Новый цех позволит увеличить производительность предприятия, обеспечить работой сотрудников. Настроение хорошее, тем более канон нового года. Истекает 2013 год. Завод, насколько по истории я знаю, переживал разные времена. Один миллиард рублей для трудового коллектива и швейского завода высоковольтной аппаратуры. Показатель достигаемый. Есть люди, которые трудятся на данном заводе, умеют трудиться, знают, как делать свое дело. Перерезание ленточки глава Чувашии доверила лучшим сотрудникам предприятия. После торжественного открытия Михаил Игнатьев пообщался с рабочими. Их интересовало, когда в районе будут построены дороги, а в селе Ишлея спорткомплекс. Уже в ближайшее время начнется проектирование ФОКа. Успокоили жителей села. Бюджет Чувашии 2013 вновь скорректирован в сторону увеличения. Напомним, на прошлой неделе добавить к казне еще 171 миллион рублей предложил Минфин. Правительство Чувашии его поддержало. Сегодня депутаты Госсовета приняли соответствующее решение. Глава Минфина Михаил Ноздряков подвел некоторые итоги работы с бюджетом 2013. К счастью, пессимистичные прогнозы конца прошлого и начала этого года не оправдались. Темп роста доходов мы как на 1 ноября, на 1 декабря с темпом 8%. Что существенно превышает как темп роста по Российской Федерации. Это 103% и ПФО 104. И находимся в пятерке лидеров субъектов. Депутаты поддержали предложение Минфина. Республиканская казна потяжелела на 171 миллион рублей. И составила в общей сложности по доходам 35,5 миллиардов рублей. По расходам почти 38,5 миллиардов. Также большинством голосов парламентарии одобрили закон о поправках Конституции Российской Федерации, о Верховном суде и прокуратуре России. Согласно поправке, Высший арбитражный суд Российской Федерации, как высший судебный орган по разрешению экономических споров и других дел, рассматриваемых арбитражными судами, предлагается упразднить. А вопросы осуществления правосудия, отнесенные к его ведению, передать юрисдикцию вновь образованного Верховного Суда Российской Федерации. Согласно законопроекту, Совет Федерации будет назначать по представлению президента Российской Федерации не только генерального прокурора, но и его заместителей. Также предлагается передать президенту Российской Федерации полномочия назначать прокурора субъектов Федерации. При этом назначение на должность прокурора субъектов Российской Федерации осуществляется по представлению генерального прокурора Российской Федерации, согласованному с субъектами Российской Федерации. Спикер Госсовета Юрий Попов поблагодарил коллег за работу в течение года, отметив, что парламент действовал эффективно и со своими задачами справлялся. В 2013 году мы провели шесть сессий Государственного Совета. С начала года принято и подписано главой Чувашии 90 законов парламента и издало 223 постановления. Более подробно о результатах работы Госсовета Чувашии в 2013 году в ближайшем выпуске программы «Законодатели» в эфире национального телевидения Чувашии. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Депутаты городского собрания собрались на очередное 34-е и последнее заседание в этом году. Один из самых главных вопросов, на что столица будет жить в следующем году, то есть бюджет 2014. В свой год чебоксары пойдут с дефицитом бюджета. Ситуация, кстати, вполне нормальная. Во-первых, это значит, что все средства, которые выделит республика и федерация город освоят, ну а во-вторых, уровень дефицита в пределах допустимых значений. Доходы бюджета на 2014 год прогнозируются в сумме 6 миллиардов 135,2 миллиона рублей. В том числе налоговые и неналоговые доходы 3 миллиарда 406,3 миллиона рублей. Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в 2014 году предусмотрены в объеме 2 миллиарда 728,9 миллиона рублей. В новом году в городскую казну будет поступать существенно меньше налогов от доходов чебоксарцев. Связано это с тем, что теперь тратиться на заработные платы работникам дошкольного образования городу не придется. Эти траты возьмет на себя республика. Зато некоторые другие доходы в новом году направятся прямиком в чебоксарский бюджет. В 2014 году в бюджет города Чебоксара будут зачисляться новые виды доходов, которые являются источниками формирования муниципального дорожного фонда. Это акцизы на автомобильный бензин и транспортный налог. Поступление данных доходов в бюджет города оценивается по акцизам 8,5 миллионов, по транспортному налогу 22,7 в соответствии с теми процентами отчислений, которые установлены нам также республиканскими законами. В продолжении дорожной темы в бюджете следующего года предусмотрены средства на реконструкцию Московского моста, дороги по проспекту Ивана Яковлева, строительство проспекта Айгей, развязки этого проспекта с улицы Фучика. Ну а в целом финансовый документ специалисты называют социально ориентированным. На эту сферу собираются потратить две трети бюджета. Это детские сады, капитальный ремонт, здравоохранение. В итоге в нынешнем варианте бюджет депутата приняли. В течение года его будут дополнять и уточнять. Леонид Черкесов отметил, главное, чтобы в сторону увеличения. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. Как в Чувашии развивается казачество? Этот вопрос обсуждался на встрече Михаила Игнатьева с заместителем председателя правительства Самарской области, казачьим полковником Юрием Ивановым. В ноябре 2013 года он был избран атаманом Волжского войскового казачьего общества. Запланировал именно один из первых визитов сюда, в республику. Здесь наиболее, так скажем, интересная и сложная обстановка, которая складывается по линии казачества. Ну и попутно, конечно же, мне интересно, как вновь избранному атаману, изучить обстановку на месте, познакомиться с людьми, переговорить с ними, узнать, чем они живут. На встрече обсуждались вопросы эффективной деятельности казачества в Чувашии и планы дальнейшего сотрудничества. Михаил Игнатьев отметил, главное, чтобы в Поволжье и Чувашии все народности жили в мире и согласии. Мужчина ни в какую не хотел расставаться со своим обветшалым жилищем. По улице Герцена в Чебоксарах давно уже стоят многоэтажки. И среди них одинокий деревянный дом. Собственник по закону должен был дом снести. Ему даже была предоставлена другая же площадь. Но мужчина не собирался сдаваться. В итоге к нему пришли судебные приставы. Житель Новочебоксарска изготавливал в своем гараже холодное оружие. Расписал стены в одном из домов знаками анархического содержания. И это еще не все правонарушения, совершенные молодым человеком. Следственным судом установлено, что в 2012-2013 годах в городе Новочебоксарске молодой человек в своем городе изготовил металлический кастет и кистень, сюрикен, а также четыре саи, являющиеся холодным оружием ударно-раздравляющего, метательного и колющего действия соответственно. Веснаю текущего года со своего домашнего компьютера он разместил на своей странице в социальной сети в интернете текстовый и графический материал экстремистского характера, способствующий разжиганию межнациональной и межрелигиозной розни. Следует отметить, что все инкриминируемые преступления молодой человек совершил в несовершеннолетнем возрасте. Приговор суда пока не вступил в законную силу. Факты противоправной деятельности осужденного были выявлены в результате оперативного взаимодействия с управлением ФСБ России по Чувашской республике. Все эти преступления молодой человек совершил в несовершеннолетнем возрасте. Юноше назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Чувашские биатлонисты начали завоевывать медали мировых стартов. Во всемирной зимней универсиаде принимала участие спортсменка из Чуваши. Татьяна Семенова не только мир посмотрела, но и себя показала с лучшей стороны. Татьяна Семенова на универсиаде в Италии завоевала три медали. Две бронзовые, одну золотую. Бронзовую медаль о спринте в Пассьюте, можно сказать, с золотым отливом. Татьяна проиграла только двум польским спортсменкам, которые выступают во взрослом Кубке мира по биатлону. Я очень рада своему выступлению. Для меня это был первый в моей жизни международный старт. До этого я выступала только на чемпионате Европы. И я очень довольна результатами. Я справилась со своими гонками, а именно справилась со стрельбой. Была стабильная стрельба, и это самое важное в нашем спорте. Михаил Игнатьев отметил, что спортсмены Чуваши – люди непривередливые. Могут тренироваться в любых условиях. Но в ближайшее время ситуация должна измениться. И тогда от них уже будут ждать хороших результатов. Наконец настал тот момент, когда мы начинаем строительство долгожданного центра биатлона лыжного спорта. В 2014 году уже и федеральные средства предусмотрены в проектировках, и республиканские средства. И буквально вот уже в первом квартале начнется строительство. Задачу ставим – это именно освещенную трассу лыжероллерную и трассу под зиму, чтобы уже можно было круглосуточно фактически тренироваться. Татьяна занимается спортом с первого класса. Биатлоном – 10 лет. Говорит, что эти медали – награды за труды. Я передала эстафету первой, несмотря на то, что мне передали второй. Я с отрывом небольшим передала эстафету. И дальше я уже переживала за мужчин, которые бежали в третий-четвертый этап. Я просто уходила кататься, я не смотрела. Я старалась не смотреть. И буквально уже на последний этап я подошла и увидела, и смотрела, что у нас уже был очень большой отрыв. Но я была уже все уверена, что мы завоюем эту медаль. Больше всех на родине за Татьяну переживала мама, а на соревнованиях – тренер. Именно ему спортсменка благодарна больше всего. Глава Чувашии вручил триумфаторам сертификаты на получение единовременной премии и назначение ежемесячных выплат за достигнутые спортивные результаты. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Николай Яковлев, Республика. В Национальной библиотеке сегодня презентовали необычную книгу «Профессия моей мечты». Создавали ее дети, разумеется, при помощи взрослых. В сборник вошли лучшие сочинения и рисунки юных авторов из детских домов, школ, интернатов и специальных коррекционных учреждений Республики. На презентации книги собрались ее создатели. Это победители третьего республиканского конкурса «Профессия моей мечты» среди воспитанников детдомов, интернатов, коррекционных школ. Он прошел при поддержке Министерства образования Чувашия. 86 авторов от 9 до 18 лет прислали на творческое состязание сочинения, в которых фантазировали о своей будущей профессии. Как-то вот этот вот конкурс, он послужил для них толчком, для раздумывания над своей будущей профессией. Потому что не секрет, что в основном дети из детских домов, они выбирают профессии рабочих, рабочие профессии. А вот здесь, представляете, ребенок будет врачом. Ребенок из детского дома будет там медсестрой. Ребенок из детского дома станет журналистом. Это же вообще здорово. Книга яркая в исполнении, выгодно отличающаяся не только внешним оформлением, но и внутренним содержанием. Отмечали на презентации педагоги приглашенных школ. В ней истории уникальные и непохожие друг на друга. Для воспитанницы Цивильской школы-интерната Виктории Карповой, чье сочинение вошло в сборник, меняется жизнь, меняется общество, какие-то профессии уходят, какие-то появляются. Но профессия учителя для нее на века. Ну да, мало кто хочет пойти стать учителем. Ну, просто у меня такой характер, что я хочу заниматься именно детьми. Несколько экземпляров книги переданы в дар национальной библиотеке. Главное, говорят организаторы конкурса из общественной организации «Доброе дело», чтобы книга не стала случайным эпизодом в судьбе ребят, а открыла им новую, наполненную интересными событиями жизнь, даже если мечты изменятся. Ольга Григорьева, Александр Петров, Республика. Школьники проверили свои знания английского языка. Третий год подряд в Чувашии проходит командное соревнование «Биг Инглиш Баттл». В них принимают участие команды сельских и городских школ. Цель таких соревнований – повысить мотивацию к изучению иностранных языков. Такой галстук с гербом США и звездами принес победу школьникам из Чедукасинской средней школы Красноармейского района. Ребята готовились каждый день. Очень хотели победить. Нам нынче дали тему. Тема у нас была США. Теперь мы на зубок знаем, где какой штат находится. Все 50 штатов готовили пословицы. Английско-русские, русско-английские. Готовили спеллинг – это говорение по буквам. И конкурс, который сегодня прошел, мне так понравился. Детям так понравилось. Потому что они на самом деле достойно смогли показать свои знания. Показали так хорошо то, что они уже знали. Я очень рада за них. Молодцы, ребята. В этом году школьники должны были показать знания английских пословиц и правописание слов. Капитаны команд блеснули эрудицией. Кроме того, школьники изучали историю и географию Англии и США. С каждым годом количество команд растет. Причем, как отмечают организаторы English Battle, интересуются этим конкурсом не только учителя, но и школьники. Уровень, конечно же, повышается. Все-таки дети с каждым годом все больше и больше понимают, что есть возможности сейчас путешествовать. Мир становится все более и более открытым. И дети хотят изучать английский язык. Среди городских конкурсантов лучшее знание языка, истории, географии Англии и Америки показали команда 4-й гимназии и 44-го лицея. Татьяна Молокова, Галина Титарчук, Евгений Анисимов. Сказочные герои приглашают на новогоднюю елку. На разных площадках республики начались театрализованные представления и спектакли. В Чувашском драматическом театре ребятишкам предлагают не только посмотреть музыкальную сказку «Снежные искорки», но и потанцевать вокруг «Зеленой красавицы». Праздничные представления начались на этой неделе. По традиции именно в Чувашский драматический театр приезжают ученики из сельских школ вместе со своими учителями. Мы ездим, конечно, и в первый раз в Чебоксар. Мы в прошлом году также бывали в Чебоксарах, как раз на новогодние представления приезжали. И в этом году решили приехать. Нам очень нравится, деткам, конечно, тоже очень нравятся вот эти все представления. На Чувашских этих спектаклях тоже бываем. С детских лет я сама люблю эти представления, и дети тоже любят. В музыкальной сказке заняты молодые артисты театра. Часть из них задействована в самой постановке, а часть развлекает детей у новогодней елки. Поводить хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой и получить от них сладкие подарки можно будет в течение всей недели, вплоть до 31 декабря. Тем, кто не успеет встретиться со сказкой в старом году, не стоит отчаиваться. Спектакли повторят 4, 5, 6 января нового 2014 года. Сбербанк России любит своих клиентов, и поэтому и в праздники, и в будни круглый год радуют их специальными услугами. На этот раз Сбербанк России представляет новую программу обслуживания клиентов «Сбербанк Премьер». Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До завтра. Как правило, успешные люди заранее планируют свой бизнес. Именно для них Сбербанк России организовал новую программу обслуживания клиентов «Сбербанк Премьер». Именно таким клиентам Сбербанк России рад предложить новый стандарт обслуживания – премиальный банковский сервис «Сбербанк Премьер». Для успешных людей самым важным и недостающим, как правило, инструментом является время. И Сбербанк для успешных людей приготовил новое предложение. Это наш новый формат обслуживания «Сбербанк Премьер», где успешные люди, значимые для нас клиенты, могут позволить себе сэкономить в первую очередь время. Клиенты формата «Сбербанк Премьер» получают самое главное у нас – это индивидуальное обслуживание персонального клиентского менеджера, возможность спланировать свой визит в банк. По программе «Сбербанк Премьер» с каждым клиентом работает свой личный менеджер. Договорившись заранее о визите, можно раз и навсегда забыть об очередях и о кошках. В «Сбербанке Премьер» вас встретят в индивидуальной зоне обслуживания. «Сбербанк Премьер» – это принципиально новый подход в отношениях между клиентом и банком. К вашим услугам персональный менеджер, который предоставит вам полный комплекс банковского обслуживания, поможет в решении финансовых вопросов и предложит наиболее оптимальное решение. Я являюсь клиентским менеджером формата обслуживания «Сбербанк Премьер». В рамках данного формата мы рады предложить нашим клиентам обслуживание в удобной конфиденциальной обстановке за чашечкой кофе. Только в нашем формате есть возможность разместить ваши денежные средства под повышенную ставку по депозитам. Личный менеджер поможет важному клиенту спланировать свои доходы и расходы, а также решить финансовые задачи. Самая главная функция личного менеджера программы «Сбербанк Премьер» это создание персонального финансового плана, который позволяет определиться с целями и способами их достижения. Клиентский менеджер «Сбербанк Премьер» поможет вам сформировать персональный финансовый план. Это подбор банковских продуктов для решения финансовой задачи и достижения ваших целей, таких как приобретение автомобиля, покупка недвижимости, формирование пенсионных накоплений, открытие собственного дела. Я являюсь клиентом «Сбербанк Премьер». Большой плюс в этом заключается в том, что у меня есть личный консультант, операционист, который мне может подсказать в любой момент и ответить на мои любые вопросы. Чем мне нравится обслуживание «Сбербанка»? То, что здесь нет очередей, я могу любой момент позвонить и связаться с оператором, который мне даст непосредственно полную информацию. Только в формате «Сбербанк Премьер» клиенты могут разместить денежные средства в депозитные продукты под повышенную процентную ставку, приобрести специализированные инвестиционные страховые банковские продукты с повышенным уровнем доходности и гарантированным возвратом денежных средств, а индивидуальное обслуживание будет проведено в конфиденциальной обстановке повышенной комфортности. Начните движение к достижению поставленных целей уже сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok